российский ракетный террор не работает украинская пво сбивает большую часть ракеты дронов камикадзе более-менее справляется с отражением этих налетов всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале сегодня мы с вами разберемся почему же не сработала вот эта тактика массированного ракетного террора сразу вас попрошу пожалуйста подпишитесь на мой канал поставьте лайк напишите комментарии помогайте мне пожалуйста продвигать это видео кто хочет помочь на патреоне ссылка будет в описании россия приступила к проведению такого массированного ракетного террора ну где-то примерно осенью после катастрофического поражения под харьковом и после того как вот появилась такая реальная угроза потери херсона и потери всего правобережья поэтому они начали обстреливать вот такими массированными ракетными залпами украину и цель в общем этого террора была совершенно понятная да для того чтобы разрушить инфраструктурные объекты прежде всего энергетические погрузить украину в холод и в тьму как раз в преддверии зимы и таким образом в общем воздействует на украинское общество и принудить его там ну если не капитуляции то как минимум там каким-нибудь переговором на условиях москвы но это не сработало и вот мы с вами сейчас поймем почему всего этому есть как мне представляется три объяснения ну как бы не взаимоисключающие три фактора повлияли на это фактор 1 это украинское пво которая продемонстрировала просто блестящие результаты которая очень сильно насытилась средствами поражения благодаря помощи западных союзников украинские зенитчики приобрели совершенно бесценный опыт надо сказать что как и в любой войне опыт очень важен и опыт украинских зенитчиков он вот так вот увеличивался по нарастающей и теперь украинское пво вот на данный момент совершенно не то что было например 24 февраля украинское пво даже с ее довольно пока скромными возможностями прекрасно справляется с отражением волн из десятков ракет или десятков дронов камикадзе фактор 2 россиян подвела погода эта зима оказалась аномально теплой вопреки вот многим предсказаниям я вот сам как бы грешен писал еще осенью что зима может быть очень холодной что вот в разгар крещенских морозов россияне попытаются добить украинскую инфраструктуру чтобы погрузить украину ее крупные города в холод и в тьму как я уже сказал да это слава богу не случилось вот тут я ошибся признаю и это очень хорошо потому что это повлияло на как бы две вещи даже вот такая аномально теплая погода во первых в европе очень резко сократилось потребление газа что повлияло на его цену что позволило европе довольно просто и быстро соскочить вот этой нефтегазовой иглы российской а во вторых украинскому тылу было проще переживать эту зиму до были проблемы до были отключения они сохраняются до сих пор сильнее всего пострадала одесса но тем не менее за счет переброски электроэнергии запада за счет героической абсолютно работы украинских спасателей энергетиков и ремонтников удавалось удерживать энергосистему ну в приемлемых рамках отключения были отключения есть и они еще будут но вот такого тотального блэкаута не случилось украинская энергосистема продемонстрировала фантастический запас прочности это надо отметить такую вещь обязательно что вообще вот в украине вся энергосистема она строилась еще при советском союзе до в расчете там на ядерную войну не знаю там на третью мировую войну на какие-то массированные удары и так далее а электростанция ну вот такая классическая да вот 5 то что называется это такое сооружение это такой ну что ли объект который невозможно развалить там попаданием одной или даже двух ракет да тут нужно там я не знаю 10 15 20 прямых попаданий тяжелыми крылатыми или баллистическими ракетами но вот россиянам ни разу не удалось добиться вот такого эффекта были попадания были повреждения но при этом основные генерирующие мощности украина сумела сохранить и поэтому одну плюс к этому естественно и работа украинской пво о которой я вот тут говорил объясняя первый фактор вот всей этой истории поэтому украина удержала свою энергосистему в приемлемых рамках и снабжение потребителей сохранилась и слава богу потому что иначе даже с учетом теплой зимы были бы довольно серьезные проблемы все-таки электричество до электроэнергии такая базовая инфраструктурная вещь без которой невозможно функционирование вообще всей инфраструктуры мы как бы цивилизации электричества фактор 3 россиянам просто не хватило ракет они у них заканчиваются на фронте уже были замечены ракеты ну во всяком случае изучение обломков там упавших крылатых ракет например показала что они используют боеприпасы 22 года выпуска это было в 22 году кстати да это говорит о том что они работают с колес вот накопят определенное количество ракет произведут накопят и выпускают их по украине произведут накопят и выпускают их по украине так вообще вот в нормальных армиях никогда не делается в нормальных армиях всегда берут те ракеты со складов там или с хранилищ у которых подходит вот срок то что называется у военных гарантийной эксплуатации обычно у такого рода оружие он составляет ну в районе 10 лет поэтому в 22 году ты используешь те ракеты вот которые вот должны у них должен вот-вот закончится гарантийный срок эксплуатации то есть ракеты там условно как 12 13 14 15 там годов выпуска свежие ракеты поступают на пополнение запасов но по всей видимости свои запасы они исчерпали их вообще возможности по производству ракет они оцениваются там из разных источников порядка 20 крылатых ракет ну или баллистических ракет тяжелых ракет в месяц соответственно за год россия в состоянии произвести примерно 240 ракет но это грубо три такие крупные волны налетов да примерно конечно они копили эти ракеты там в течение последних я не знаю десяти лет есть какие-то старые советские запасы там большой вопрос какое количество из них вообще долетает до цели и куда-то там попадает но тем не менее оказалось что ракеты они в начале вот этого ракетного террора ну грубо осенью зимой они их практически расстреляли но отдельная такая история это ракеты с 300 которые они приспособили для стрельбы по наземным целям но тут нужно понимать две вещи с одной стороны этих ракет очень много это правда там огромные запасы еще с советских времен опять же непонятно какая часть из них там вылетает долетает до цели с ними там были серьезные проблемы но тем не менее но с другой стороны ракеты с 300 она не представляет такой угрозы как ракета например калибр или ракета искандер ее боевая часть на порядок легче там полтонны взрывчатки здесь там 40 50 килограммов чем у таких полноценных крылатых ракет и существенных тяжелых разрушений она причинить не может хотя доставляет очень-очень много неприятностей кроме этого там есть проблемы с системой наведения эти ракеты не высокоточные они высокоточные были бы если бы не сбивали там самолеты а вот для поражения наземных целей по всей видимости они там их кладут что называется по площадям ну такая цель как там крупный город например да я не знаю тот же как например николаев да в него попасть не не сложно но тем не менее еще раз говорю точность у них невысокая разрушительная сила тоже не очень большая но это значит что такого катастрофического вреда они причинить не могут с военной точки зрения конечно это все вообще никакого смысла не имеет на действия вот на фронте эти ракетные удары никакого влияния оказать не могут для этого нужно выпускать огромное количество высокоточных ракет поражая там скопление техники поражая там полевые склады войска в су в во втором эшелоне но они вообще на все это не способны то есть по всей видимости они способны бить только по стационарным целям плюс у них я так понимаю несколько устаревшая система ввода полетных заданий это никак делается у американцев где можно полетное задание в тамагав переписать да ну условно изменить прямо во время полета ракеты у них так не делается них он пишется заранее по заранее заложенным координатам ракета летит там куда-то попадает и только естественно в стационарный объект поразить там с помощью крылатой ракеты движущуюся цель тот же хаймарс но это абсолютно нереально если кратко подытожить вот то что я сейчас сказал ракетный террор не сработал блэкаута не случилось зима вышла слишком теплой и мягкой более того зима то в общем уже заканчивается осталось меньше трех недель до ее конца потом уже начинается март там будет уже тепло и так далее в общем короче говоря все эти удары на мой взгляд носят исключительно такой террористический характер вот только для того чтобы вот убивать мирных граждан разрушать города разрушать там пытаться разрушать инфраструктурные объекты наибольшую неприятность конечно причиняют удары по трансформаторным подстанциям это такой объект который легко уничтожается одной ракетой отвечает за снабжение там десятков если не сотен тысяч потребителей и восстановить трансформаторную подстанцию после удара невозможно и нужно только построить заново это тоже не делается там не за неделю не за две и даже не за месяц но тем не менее украинские энергетики с этим справляются путем там переброски энергии путем ее там перенаправление и так далее вот там подвозят такие как бы временные трансформаторы из европы так что в общем и целом эту проблему в украине научились решать меня часто спрашивают будут ли продолжаться эти ракетные атаки но сегодня собственно была ракетная атака да конечно будут до тех пор пока у них есть хоть одна ракета они будут стараться выпустить по украине что касается дронов камикадзе шахет ну там все эти разговоры про то что построят в елабуге завод эта история долгая это вот быстро прямо не случится а насчет того будет ли иран поставлять им эти дроны вот тут пересмотрите мое видео до израиль атакует иран в чем там заключалась как бы предупреждение а это ламп в том числе соединенных штатов так вот мы сейчас посмотрим насколько часто они будут использовать шахеды и вот тот факт что в последней волне не использовали их очень мало говорит о том что у них запасы заканчиваются будет ли тегеран им поставлять новые или нет мы пока не знаем но я очень сильно убежден в том что сигнал то до тегерана дошел и поставки шахедов они начнут потихонечку сворачивать спасибо что посмотрели пожалуйста еще раз попрошу подписка лайк комент все это помогает продвигать видео говорит алгоритмом ютуба что видео интересное он будет предлагать его другим пользователям кто хочет помочь на патреоне ссылка будет в описании будем дальше с вами обсуждать события этой войны спасибо всем пока